здравствуйте друзья у нас сегодня 24 октября две недели осталось до выборов 24 октября 2018 года значит осталось две недели до выборов 6 ноября и последнее время что-то я уже надо с десяток разных вопросов получал вот типа расскажите про караван иммигрантов которые там норовит там прорваться через мексику соединенные штаты там и так далее вот как-то этот караван муссируется в средствах массовой информации и так далее так далее и я могу рассказать про караван конечно но тут очень важен контекст в котором происходит все эти события включая обсуждение в прессе этого каравана поэтому не сам по себе караван а вот как бы этот контекст это очень важно значит контекст это выборы которые состоятся 6 ноября выборы это так называемые промежуточные выборы которые между президентскими да вот президентские раз четыре года а вот эти вот миттер они и соответственно там между президентским выборы вообще каждые два года поскольку палата представителей полностью переизбирается каждые два года происходит выбор на этих выборах в частности переизбирается треть там плюс-минус пару человек треть сената соединенных штатов а вот 100 человек примерно вот там и вот так она существует вот в этом году там их 35 переизбирается из них 8 по моему республиканцев и там 27 демократов вот они так такие выборы а к ним уже и по штатам и губернаторы и мэры и такие школьные там дистрикты и судьи там ночью все сюда куча но конечно главные выборы это выборы вот миттерн с вот этих на которых может решиться сейчас судьба палаты представителей в том смысле что если на сегодня мы имеем практически правление одной партии в соединенных штатах на президент и ове палаты принадлежат одной партии то сейчас как бы есть большой шанс что палаты представителей перекинется на ту сторону и станет демократически большинство будет у демократов вот в этом контексте вот вся эта борьба происходит есть пару фактов которые надо просто знать понимать чтобы иметь такую ясную картинку того как происходит выборы как вообще работает вот эта выборная политическая система на президентские это выборы не бог весть там сколько народу приходит но вот последние выборы которые были в шестнадцатом году где трамп стал президентом там прилично собралось там было шестьдесят с половиной процентов поймете 60 60 и 61 и 60 там 0 60.5 вот такого плана это много выборы промежуточные вот эти вот мид термс там мало народу собирается но 4 года назад которые были мид термс в правлении обамы да там посреди его второго срока там было 36 процентов населения 36 процентов тех кто мог бы голосовать имеют право голосовать 36 процентов пришли прогнозы есть точно мы не знаем но прогнозы делаются что вот на этих мид термс которые сейчас будут мы вернемся к результативности вот там 60-х когда чуть ли не половина населения ходила на эти мид термс если мы пойдем лет на 120 назад тогда процентов 80 населения ходили как в церковь там все шли вот на эти выборы такого давно уже нет в значительной степени это связано с разочарованием людей в политической системе как бы ходи не ходи придут на обещают опять что-нибудь украдут и уедут поэтому так как-то вот президентские выборы собирают больше народу какие-то надежды у кого-то есть а тут чё уже уже все понятно и учитывая такую низкую явку избирателей стратегически когда партии планируют вот это вот мид терм этот выборную кампанию их основная задача состоит в том чтобы привести своих на избирательные участки у каждой партии есть свой контингент на которой она опирается и этот контингент может быть разочарован а может быть наоборот там чем-то наэлектризован возбужден и так далее и каждая партия ищет вот этот возбудитель вот этот возбудитель и для того чтобы понять что произошло например с утверждением на должность члена верховного суда вот этого господина кавана это вот в этом контексте все надо понимать вот смотрите в трамп предлагает человек да бог с ним какой-то там человек больше того у республиканцев достаточно голосов чтобы его провести то есть не то что вот мы сейчас что-то можем сделать там и его не выберут не не имеет значения как у у него достаточно голосов он президент у него большинство в сенате он 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 проведет кого захочет в принципе но он выбирает этого кавана на должность а кого на человек противоречивый в каком смысле противоречивый под него можно возбудить своих чтоб они таки пришли на выбор ну не конкретно этой с позиции в суде связано но конкретно с тем что республиканцам пора уже за руки по обломать и в общем прекратить безобразие они говорят посмотрите на этого кого на это правда все это никто не врет посмотрите на этого кого на он за то чтобы запретить аборты он за то чтобы что там еще было запретить браки однополые и вы можете сказать какой классный чувак я знаю что у нас многие зрители они такие если не фашисты то консервативные а хотя и фашистов тоже полно но это отдельно так вот они говорят значит если мы позволим республиканцам и дальше назначать судей верховный суд они нам вообще тут все по отменять еще рабство обратно в виду знаете вот поэтому персона этого кавана была воспринята демократической партии в контексте выборов как возможность возбудить свою аудиторию что при этом произошло при этом они думая о своей аудитории не подумали об аудитории республиканской дело в том что на стороне трампа как бы на на республиканской стороне тоже очень значительное охлаждение и это каждый раз так бывает значительно охлаждение симпатии к трампу у тех людей которые чего-то от него ожидали и вдруг выяснилось что не получается что-то там и так далее вот и среди женщины среди пожилых людей и так далее и они как бы вот может быть и не пошли бы на эти выборы но тут получается такая история тут начинают раскручивать мужика какая-то баба выходит может быть это и правда то есть мы на самом деле все понимаем что наверное это правда точно так же как правда то что там там перетрахал половину своих этих участников там конкурса он говорит что это неправда он лжет ну а кто из них когда-то скажет правда да они все лжецы и проходимцы и так далее вы можете сказать а кто из нас в 20 лет там не пытался с какой-нибудь девочки стянуть трусы понимать подвыпившим вот это все правда да значит вы можете найти массу значит оправданий другая сторона может сказать а не хрена трусы с девочек стаскивать если они возражают и еще ротом затыкать рукой и так далее и вот начинается какая-то такая борьба и в этой борьбе значит демократы переусердствовали они в основном то думали о том как своих собрать возбудить а возбудили консервативных которые говорят да что ж такое твою мать уже 35 лет назад не поймешь чего не документов не фактов не фотографии ничего нет просто выходит человек и начинает кого-то там ночь потрошить и они тем самым возбудили аудиторию трампа в каком смысле возбудили в смысле явки на выбор и так вопрос кто победит на выборах промежуточных на мид терпс определяется явкой явка это единственное что всерьез кого-то беспокоит поэтому всякое событие которое в жизни происходит может быть она не происходит но его так делают что оно происходит раздувают из слона там из муки слона из слона дирижабль там и так далее всякое такое событие рассматривается с точки зрения возможности возбудить своих в не меньшей степени рассматривается и с точки зрения отбить охоту другой стороне ходить на выбор это тоже как бы есть методы с помощью которых это известно это как бы обсуждается скажем вот выкидывают какие-то такие грязные новости чтобы скажем афроамериканцы на выборы не пошли или меньше пошли и латинос то же самое так далее то есть вот есть как бы технологии политтехнологии направленные на то чтобы наша поддержка пришла а поддержка той страны не пришла и вот они как-то пытаются ну насколько ему то удается это отдельный вопрос но в общем мы это все каравану движемся вы помните да мы движемся к каравану но опять история с караваном всплывает в контексте выборов в контексте выборов задача состоит в том чтобы привести на выборы своих свои которые на республиканской стороне очень озабочены вопросами иммиграции особенно нелегально недавний опрос среди тех кто поддерживает демократов показал что из 18 приоритетных вопросов из 18 приоритетных для избирателей вопросов нелегальная иммиграция была на последнем месте на 18 они понятно да о чем речь на 18 поэтому идея каравана и что сейчас какой-то прорыв там какие-то злые силы злые силы конечно они собраны до кучи демократами оплачивает это наверняка какой-нибудь сорос мерзопакостный еще еврей к тому же и вообще иностранец как бы из венгрии вот и значит ну в общем и там же у них уже к ним примазались там это гэнгс там это м-13 и там же неопознанные какие-то объекты с ближнего востока субъекты и в общем это все такое мне это напоминает хохмочку с рейхстагом которые подожгли коммунисты вы знаете да как дело было когда гитлер к власти пришел нужно было полностью как бы уничтожить всю эту демократическую систему с выборами со всей этой фигней вот и устроили там провокацию якобы коммунисты подожгли листах с тех пор не было ни коммунистов не выборов не социал-демократов никого все это то же самое как например польская армия напала на немецкую там радиостанцию оттуда что-то такое там прокричала после чего германия в ответ напала там на польшу и началась вторая мировая война вот караван и либералы и там так далее это примерно то же самое как коммунисты подожгли листах или польша напала на на третий райх такого такого же плана фигня но она работает она работает на людей у которых паранойя по поводу вот каких-то таких вещей вот сейчас нелегальные мигранты сейчас уже такое произойдет какая-то опасность терроризм если не уходить в историю третьего рейха да там скажем с нападением польши на германию или допустим коммунистами поджегшими рейхстаг я вам возьму из пример из совсем недавнего прошлого и буквально этой же самой администрации этой же группы людей которые сегодня вот рассказывают про караван который сейчас уничтожит нашу страну когда они начали утверждать что лотерея green card когда вся америка узнала что есть в принципе лотерея green card когда сказали что лотерея green card это канал по которому а террористы проникают соединенные штаты если вы верите друзья что green card лотерея это канал для проникновения террористов сша но вы поверите не непременно поверите в то что вот колонна которая движется там из ну через мексику она не из мексики движется что вот эта колонна она сейчас придет чтобы уничтожить эту страну вещи не знают для чего сейчас мы армию сейчас мы там еще что туда там и так далее вообще колонна не движется чтобы прорвать границу колонна движется чтобы на границе попросить политического убежища и совсем из другой области история колонны это не первое и наверное не последняя колонны эти ходят где-то с 2014 года когда начали ходить колонны несовершеннолетних подростков как раз обама тогда принял будет указ свой подписал про были в детишек до которых привели как бы в несовершеннолетнем возрасте что вот их легализовать и тут же значит в качестве такой возможности попользоваться тут же стали родители слать детей причем это организованные были такие колонны их это все как там за это заплачивалось проплачивалась их организовывали их вели не то что там дети в одиночку как-то шли нет это все так есть люди которые на этом зарабатывают вот и они тут значит приходили и так далее вот эти колонны с уже четыре года они тут идут я вам скажу что проблема не в том что там колонна 5000 человек придет к границе просить политического убежища дело в том что миллион человек который в колонну не устроится а так просто потихонечку будет просачиваться ничуть не лучше и богу даже может быть и хуже потому что они уже на территории им не нужно просить политический убеждения просто так себе просачиваются и все а могут попросить потом убежище уже просочившись а могут на границе а могут никогда не попросить просто подработать немножко вернуться а может быть не вернуться а может там чего ну и так далее значит есть люди в мозгу которых есть четкая ассоциация гринкарт лотерея терроризм и Политическое убежище, нелегальная эмиграция, терроризм, убийство, наркотики, мексиканец, терроризм, убийство, наркотики, мусульманин, терроризм, убийство, наркотики и так далее. Вот эта паранойя адресована тем, кто находится в рамках системы параноидальной. Это не адресовано либералам, чтобы изменить их представление о том, за кого надо голосовать. Это не адресовано особо людям, у которых есть, ну, две извилины или даже одна. Значит, адресовано совсем другим людям, которые, бывает, даже есть извилина, но человек хочет слышать или видеть то, что он хочет слышать или видеть, и он его увидит там, даже если его там нету. Это совершенно не нужно, чтобы оно было. Достаточно, чтобы тебе сказали, понимаете? Такие времена у нас интересные. То есть у нас не нужно правду говорить. Надо говорить ложь, причем с такой чистотой, чтобы тебя не успели опровергать. Чтобы все внимание было на новые лыжи, а не на том, что прошлое высказывание было ложным. Понимаете? Вот на опровержение лыжи уже времени ни у кого нет. Это просто вопрос того, с какой чистотой надо лгать. Ну вот, как бы, да. Значит, в этом смысле нынешняя администрация совершенно зависит. Замечательно. Тут люди, которые статистикой всякой занимаются, они говорят, что в среднем там, типа, 5-6-7 раз в день. А ложь такая, причем откровенная ложь, высыпается на уши. Ну, тех людей, которые свои уши подставляют. То есть, безусловно, в этом есть, как бы, акт добровольного такого сотрудничества. То есть вы не можете в уши ничего налить, если уши убрали. Ну, в общем, такая вот фигня. Я не хочу сказать даже, что вот я как-то... Вы говорите, что республиканцы плохие, демократы хорошие. Я этого абсолютно не говорю. Я вам просто рассказываю про контекст. В этом контексте, значит, вопрос о караване. Это вопрос о мобилизации людей, консервативных взглядов, чтобы они таки, да, пришли на выбор. Безусловно, любая ложь, фальсификация, демагогия, проституирование, там, сказать, всем святым и так далее. Это естественная функция, так сказать, с одной стороны политиков. С другой стороны, вы можете представить, насколько грязнее политиков, например, шоу-бизнес. А тут у нас как бы, да, сочетание. И бизнес, и сам по себе бизнес тоже не такое чистое место. И вот мы имеем некое сочетание политики, бизнеса и шоу-бизнеса. И, безусловно, такой грязи, ну, не припомнят старожилы, да, как принято говорить. Но, в общем, такая же тухость, друзья, такая же тухость к вопросу о караване. Караван этот дойдет, не дойдет, в каком количестве, мы не знаем. С ними работают, то есть там Мексика сейчас рассматривает свыше там двух тысяч запросов на политическое убежище. Да, что-то тут заняли мое место. Ну, ладно, сейчас я покружусь. И какое-то количество вернется назад, идут они пешком, идти им свыше тысячи миль. Там и с детьми, то есть из тех пяти тысяч, которые нынче примкнули к этому каравану. А примкнуть удобно, потому что если ты не в караване, например, а сам движешься, то там в Мексике там своих бандитов сколько хочешь. Там и разденут, и прирежут, и пристрелят, и все что угодно. То есть это небезопасная штука, двигаться по Мексике в каком бы то ни было направлении. Вот, так что, к чему я говорю, что как бы есть смысл. Некоторые там чисто из солидарности, некоторые действительно надеются дойти до конца. Ну, поглядим. Вот, а так, в общем, мысль о том, что демократы сделали этот самый караван, вот, это примерно то же самое, как коммунисты специально подожгли рейстах. Или, допустим, Польша напала на Третий Рейх. То есть это нужно сильно, сильно, сильно хотеть в это верить, чтобы в это верить. Все, друзья, мы на этом с вами прощаемся и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин